С 1 февраля оформить заявку на получение бесплатного земельного участка в рамках закона о дальневосточном гектаре можно будет по всей России в ближайшем МПЦ. Соответствующие договоры заключены между МПЦ и Росреестра. Все подробности о старте третьего этапа в сюжете Юлии Михайловой. Горожанка Наталья Борисовна присмотрела участок недалеко от города с неплохими перспективами. Я землю взяла поближе к городу на Вилюйском тракте. Еще ближе хотелось бы, но уже все занято. Я могу еще подумать, что я хочу делать с этим гектаром. Но я еще могу поговорить, посоветоваться с детьми. И мы, наверное, скорее всего, аннулируем это мое заявление. И мы, наверное, будем подавать уже на коллективное. Остались считанные дни до старта российского этапа действия закона. Также граждане могут подать заявление самостоятельно через информационную систему на дальневосток.рф. Для удобства заявителей МПЦ выделил целый сектор электронных услуг. По всей сети нашего центра по республике к нам обращается около от 200 до 300 человек. Причем в городе Якутске, конечно же, количество больше всего. И поэтому составляет порядка 50% от заявок, которые поступают в один день. С 1 июня через МФЦ Республики поступило 5 852 заявления. В электронном виде свыше 5061 заявления в бумажном виде. С 1 февраля такую же работу будут проводить МФЦ по всей стране. Жители России могут взять гектар в любом субъекте Дальнего Востока. Мы специально для этого оборудовали зону электронных услуг. Мы ее в конце года расширили с учетом популярности, с учетом того, что наступает третий этап с 1 февраля. Оборудовали зону электронных услуг. Это гостевые компьютеры, то есть свободный доступ в порядке очереди. К этой зоне прикреплены наши специалисты, которые могут подойти, помочь, проконсультировать, оказать поддержку. Такие зоны у нас не только здесь, в головном офисе в городе Якутске, а в каждом нашем офисе на территории всей республики. Во время второго этапа программы во всех субъектах Дальнего Востока было подано свыше 30 тысяч заявлений на получение земельных участков. Из них свыше 11 тысяч в Якутии. По реализации закона предусмотрено 35 мер по освоению гектара. Они связаны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга, сельхозтехники и так далее. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.